здравствуйте друзьям хотел случай рассказать с обобщением значит сегодня софия что-то такое слышу кричит там год михаил там у меня подставили я думаю я подставил софию думаю человек как его поставить значит но прихожу разбираться выясняется какое-то время назад пришел в офис человек он типа там программист и уже тут по лотереи наверное как-то там приехал справа на работу не может работу найти и он такой весь бедный он несчастный он не может найти работу и я софии говорю ну может давайте мы как-то поможем если есть возможность я в то что мы же не устраиваем программистов мы с тестерами но есть контакты можно спросить у людей софия тратит некоторое время значит там его посылает резюме туда сюда пару интервью давай его берут но что произошло что пока это время идет значит его тут берут вы будет еще там берут вот где-то не не там где мы его размещали но дело в том что люди которые у нас берут вы тоже должны понимать что если кто-то у нас человека берет то это не те компании которые платят самые большие деньги эти то есть это это на самом деле наоборот у нас берут людей те кто норовит поменьше заплатить поэтому наверное ему там в другом месте дали больше чем там куда его отправила софия но и он и туда не идет соответственно значит та женщина которая значит его брала а софия и и как бы просила уговаривала там туда-сюда люди время потратили интервьюировали то есть у них было кого взять но как бы у нас отношения такие достаточно продолжительные они у нас много народу подгребают поэтому но они взяли вот мы попросили они взяли и как бы мысль такая шестри тебе не надо так что ты голову морочишь знаете соответственно я бы сказал тоже этому товарищу тебе не надо что ты голову морочишь но он и я не знаю где он там чего он там пришел ушел там я не знаю дело не в этом но и софина меня значит эти бочку катит и говорит вот значит для меня подставил значит я с ней работаю она зачем она мне надо она вообще он вообще не наш студент что нам делать нечего больше и так далее значит и я и говорю софия говорю но ведь нельзя же помочь людям без того чтобы не оказаться в дерьме также не бывает это как бы часть процесса вот и дальше вдруг у меня знаете что такое сверкнуло в сознании я и говорю вот то что вам хочу сказать вот бывает идешь видишь человек весь в дерьме и думаешь наверное многим людям помог вот и я вот на этой волне так сказать хочу с вами простить